Генеральный партнер программы, сеть магазинов и гипермаркетов «Всё для дома». Здравствуйте, уважаемые телезрители! Как известно, растения, будь то культурные или декорастущие, реагируют на сумму активных температур, поэтому их не обманешь. Так, черёмаха на нашем участке в этом году рассовела на 12 дней раньше. Следовательно, весна более ранняя и апрель был более тёплым. Бесспорно, это обстоятельство влияет на характер работ на наших участках. Ну, а что необходимо сделать в ближайшие дни? Давайте посмотрим вместе. В саду наступила прекрасная пора, пора цветения так называемых косточковых пород. Слива, вишня и абрикос. Ну, два куста сливы, вот посмотрите, уже расцветают, очень хорошее цветение наблюдается, и они будут опылять друг друга. Ну, и в этом году неплохо цветёт и абрикос. И второе дерево более молодое, там тоже параллельно цветёт, является опылителем как бы. Это основное дерево, то дерево опылитель. Ну, и вишня войлочная, мы её недавно заменили, но благодаря закрытой корневой системе она тоже расцветает. Положительный момент в сравнении с прошлым годом, минусовых температур пока нет. И я так, судя по прогнозу, и не предвижу. То есть, 4-5 градусов плюсом, это вполне нормально. Значит, полив я произвёл буквально на днях. То есть, заблаговеренно не надо было, тем самым отодвинул фазу цветения. Ну, самое главное теперь дождаться опылителя. А здесь есть определённая проблема. Ну, во-первых, самих опылителей пчёл у нас из-за плохой экологии стало меньше шмелей. Мы слишком много внимания уделили уничтожению обычных комнатных мух, которые тоже являются опылителем. И кроме того, все эти насекомые опыляют только в солнечную погоду. То есть, пасмурный день, они не летают. Ну, будем надеяться, что у нас солнечные дни во время цветения косточковых пород ещё будут. Ну, и одно насекомое может опылить примерно 300-400 цветков. Так что, надеемся, что в этом году урожай косточковых мы получим. И, наконец, о приствольных кругах. Они свободны, деревья, и можно занять разными культурами. На данном случае лук-батун прекрасно себя чувствует, мы его срезаем, используем в пищу. Но здесь ещё есть китайский чеснок многолетний, посадил его, тоже будет расти. Так что и приствольные круги могут приносить пользу. Проводим вторую обрезку чёрной и красной смородины. Ну, сейчас хорошо видно, какие ветки у нас живые, а какие, к сожалению, погибли по разным причинам. Ну, прежде всего, вымерзли. Вот, посмотрите, живая ветвь, на ней почки распустились, листья зелёненькие. И рядом ветвь, которая, ну, отстаёт в своём развитии. Советую хорошим секаторам обрезать эту ветвь, но вначале нужно посмотреть сверху. Вот если на поперечном срезе мы видим, что здесь нет зелёной окраски, но они гнутся гибкие, вот это ломается, это уже сразу видно. И по почкам мы видим, что отстаёт значительно. Поэтому я думаю, что эту ветвь надо удалять. Ну, вначале мы обрежем, допустим, в этом месте. Вот. Но здесь уже дальше пошли живые почки. Здесь обрезаем. И так по всему кусту. Ну, почему это произошло? Может быть, сорт такой не совсем морозостойкий. И вот ежегодно одна, две, три ветви подмерзают. Вот этот ветвь вообще почки не содержит. Хотя вот вроде бы и зеленоватое, но внутри коричневое пятно. Для сравнения куст смородины другого сорта, абсолютно весь зелёный, и все ветви живые. Поэтому обрезку сейчас мы сделаем у смородины, и больше, я думаю, эту операцию проводить не придётся. Крыжовник. Сколько лет пытаясь приспособить, адаптировать сорт крыжовника, не колючий, крупный, но, к сожалению, не получается. На генетическом уровне вот околюченность и морозостойкость, они сцеплены между собой. И вот разорвать это сцепление пытаются многие селекционеры, чтобы вывести сорт морозостойкий для нашего Забайкаля, и в то же время, значит, одновременно не околюченный. Но, к сожалению, селекции крыжовника у нас никогда не было, поэтому мы завозим сорта с Урала, с Алтайского края. В прошлом году этот вкус хорошо прижился, вырос, и посмотрите, вот, вымес полностью, то есть почек нет практически нигде. Единственное, вот здесь немножко, вот только одна веточка. Но ради того, чтобы занимать место с таким крыжовником, конечно, я с этим не соглашусь, ведётся сейчас его удалить. Либо другой сорт крыжовника попробую, может быть, не совсем без колючек, а слабо околюченный. Либо здесь сделаю овощную грядку, чтобы земля не пустовала. А так, мечта вот такой сорт крыжовника иметь на участке, она у меня остаётся, рано или поздно я всё равно эту проблему решу. Ну, а сейчас, уважаемые телезрители, я хотел бы обратить ваше внимание на так называемые многолетние корнестежневые сорняки. Ну, прежде всего, это подорожник и одуванчик. Ну, в общем-то, это не сорные растения, они, по сути, даже и лекарственные, но иногда они на наших участках мешают культурным растениям. Если они находятся на дорожке и занимают какое-то пространство, там, неважное, значит, и не конкурируют с культурными растениями, то, пожалуйста, пусть растут. Я не вижу в этом ничего такого плохого. Но когда, вот, например, здесь подорожник заходит уже в приствольный круг, это уже становится опасным. Как удалить? Вот такие отдельные сорняки можно с помощью специального совка. Дело в том, что у них корень очень глубоко идёт, вот, посмотрите, и ни в коем случае тяпкой не надо срезать и не отрывать корень, иначе у вас он снова начнёт отрастать. Вот сержневой корень подорожника. Вот, вот, удаляем аккуратно, и это приствольный круг у нас заравниваем. Но есть и другой, более радикальный способ. Если вы хотите, чтобы вообще многолетних сорняков не было на вашем участке, вот таких, как подорожник и одуванчик, ну, и, кстати, и пырей получи, хотя он другого немножко типа, значит, корневичного, применяйте препарат гербицид сплошного действия. Любой, либо раундап, либо торнадо, либо ураган. Только советую при этом процентов на 20 увеличить дозу от рекомендуемой, чтобы наверняка. И если вы хотите действительно уничтожить сорняки на своём участке, то эту операцию нужно сделать именно сейчас, пока они находятся в такой начальной фазе своего роста и развития. Я уже дважды, уважаемые телезрители, показывал вам саженцы плодовых и ягодных культур закрытой корневой системы, выращенные в Тарбогатайском питомнике. А сейчас хочу показать, как выглядят саженцы закрытой корневой системы так называемых декоративных растений. На мой взгляд, эти растения тоже нужны на участке. Они украшают их. Некоторые из них имеют и двойное значение. Вот, например, рябина сибирская. Она даёт плоды рябиной, ягода обладает особой ценностью, это известный факт. Также мы можем, например, выращивать и смородину золотистую, которая является декоративной, прекрасно из неё изготавливаются живые изгороди, так называемые, и даёт ягоды съедобные. Ну и часть растений, они просто имеют такое значение декоративное. Это ива плакучая, курайская, очень интересный подвид. Жасмин цветёт на участках прекрасно. Здесь даже есть гибрид розы с шиповником, что тоже важно иметь на участках, он очень зимостойкий, колючий, но зимостойкий. Как целая клумба растёт. Наконец, сирень белая. Недостаточно, может быть, зимостойкая, но на многих участках, у нас, например, зимует прекрасно. Ну и если у вас много земли, территория позволяет, то где-то в углу, на самом затенённом месте можно посадить и ель. Вот посмотрите, как выглядит ель на соседнем участке. Ель, наверное, более 45 лет. И приятно утром слышать, как поют птички на ветках, и под ней можно сделать такую зону отдыха. Поэтому ель тоже украшает участок, но для неё обязательно нужна значительная площадь. Итак, я предлагаю на наших участках выращивать не только пищевые растения, но и декоративные, всё равно они украшают нашу жизнь на этом участке и создают какое-то особое настроение. Всё для сада и огорода, а также любые товары для дома и отдыха можно приобрести, не выходя из дома. В интернет-магазине «Всё для дома» с бесплатной доставкой. Универсам низких цен. Сосиски нежные – 139 рублей. Универсам низких цен. Кура копчёная – всего 239,90. Универсам низких цен. Бедро куриное – всего 159,90. Взвод, слушай приказ. МХУ – занимаешь позиции по всему огороду. Задача – циолитом очистить почву и насытить макро- и микроэлементами. Микробным комплексом повысить урожайность. Работаешь точечно, удобряешь обеднённую почву. Особенно в теплицах льёшь под корень. Урожай вам в корзину. Зимостойкие саженцы плодово-ягодных и декоративных культур от Тарбогатайского питомника «Агроном». Десятки видов деревьев и кустарников для богатого урожая и красоты вашего участка. «Агроном». Торговый комплекс «Фортуна» и центральный рынок. Обязательно заглянем в наши теплицы. Здесь мы скоро будем собирать урожай так называемых растеневодцев промежуточных культур. То есть те культуры, которые выращиваются до основной. Основной у нас здесь будет либо огурец, либо перец, либо баклажан, либо томат. Редис тепличный уже формирует корнеплоды. И вот буквально через два дня мы начнем уже кушать. Причем, мне кажется, можно кушать даже с зеленью, потому что зелень будет в данном случае как салатное растение выступать. Редис тепличный. Шпинат обычный, но тоже уже готов к сборке урожая. Это очень ценная салатная культура, как вы знаете. Ну и шнит лук. Вот выглядит превосходно. Сейчас мы начнем его делать срезку. Он не такой горький, как лук-батун и более нежный. Эти культуры мы убираем и освобождается, соответственно, территорией. Ну и вторую часть теплицы мы используем для размещения рассады. Здесь у нас лук-эксибишен. Пока еще его рано высаживать. Не торопимся цветочной культурой. Ну и говоря о сроках высадки томата-перца, ну с учетом прогноза на ближайшие дни, я думаю, что высадить томат в первую очередь он более холодостойкий, чем перец, можно. Но при этом предусмотреть укрытие. Вот есть такие специальные парники тоннельные, ширина 60 сантиметров. Здесь дуги и получается с нетканым клювным материалом. У нас двойное будет укрытие. Сама теплица и вот этот нетканный клювной материал. Вот высота 50 сантиметров. На первое время это хватит, а дальше мы уберем. Поэтому сначала высаживаем томат в теплице, а через несколько дней, когда погода более стабилизируется по ночам, можно высадить и перец. Парник. 2 мая, это на 3 дня раньше, чем в прошлом году, мы уже посеяли огурец, но перед этим сделали лунки. Они у нас продолговатые, 8 лунок. Поставили дуги. Здесь вместо жерди труба. Ну и материал второй год используем довольно интересный. И под ним не горит в солнечную погоду. И ночь он держит тепло. Вот сейчас только что открыл, здесь действительно тепло. В такую погоду мы его не открываем. Здесь посеяны огурцы двух видов салатного. Это знаменитый сорт нерасимый и изящный. Они переопылились в собственные семена. Семена сорта изящный вы можете приобрести в магазине. Повторяю, салатный, огуречный такой настоящий вкус. И китайский змей. Это удлиненный тоже гибрид салатного типа, который прекрасно используется для жарки. Потому что в китайской кухне, как известно, очень много жарят огурца. В разных блюдах используют. Мы тоже это делаем. То есть можно как салата использовать, так и в жарке. И посеяны различные короткоплодные гибриды, сорта для засолки. Сорт огурца засолочный, гибрид капелька. Но много их. Буян есть, настоящий полковник и так далее. Короткоплодные огурцы, бугорчатые, они прекрасно идут для засолки. Ну и также вот одну лунку. Здесь дыня медовая. Ну так немножко себя побаловать. В настоящее время огурцы уже начали сходить. Дыни еще не сходят, а огурцы вот уже сходят. Выглядит, по-моему, неплохо. Но в связи с тем, что у нас перегной сверху собственный, конечно, сорняков будет много, и они уже появились. Но здесь надо полоть. А пока мы просто поливаем и в закрытом виде держим растение. Ну и свободные перегородки здесь установлены на стаканчики с кабачком и тыквой. Вот сходы уже начинают появляться за счет тепла. Еще бы посоветовал вам провести такую одну операцию. Привезти в магазинах калифорнийские черви. И в каждую лунку закопать буквально, ну, по 5-6 штук. Ну, в этой баночке, как мне сказали, около 30 червей калифорнийских. Вот так они выглядят. И берете совок и буквально вот вкладываете сюда несколько штук, зарываете. Итак, в двух местах лунки можно с той стороны и с этой. И постепенно весь парник мы заселяем вот этими калифорнийскими червями. Что это дает, я уже показывал. Мы не только получаем просто перегной, фактически мы получаем биогумус. Это же более ценное удобрение, чем перегной. И все органические отходы, которые у нас лежат на дне, они червями хорошо перевариваются. Скорость размножения у них бешеная. И осенью, когда мы будем выкидывать парник, мы их снова соберем и будем хранить. Вот у меня это магазинский вариант, так сказать. А у меня есть собственный калифорнийский червей, производство 2019 года. То есть с этого парника. Так что, уважаемые овощеводы, если вы никогда не использовали калифорнийский червей на своем участке, при выращивании, сделайте это. Растениям они не вредят. Еще раз убеждаюсь, уважаемые садоводы и огородники, что все-таки рассадник на участке иметь надо. Вот сейчас в теплице мы будем высаживать уже основные культуры. Перец, баклажан, томат. А там еще промежуточные культуры не уважаемые. Поэтому вся рассада находится у нас здесь. Это и томат. Мы перенесли сюда 2 мая. Это перец, баклажан. Ну и здесь находится ампельная клубника, которая в ведрах. Мы скоро, как только погода восстановится, вынесем на участок. При этом есть клубника, которая цветет, видите, этого года уже, а есть клубника уже, ну, с прошлого года. То есть технологии отработаны, я показывал много раз. И в ближайшее время, повторяю, мы вынесем на открытый воздух, и рассадник освободится. Сюда перенесем еще цветочной культурой. Ну, а чтобы он не пустовал, где-то в начале июня мы здесь традиционно высаживаем баклажан и получаем урожай до середины сентября. В эти выходные я предлагаю завершить посев так называемых ранних овощных культур. То есть моркови, салатных культур. Для них лучше иметь вообще отдельную зеленую грядку. Ну, и посадить лук, чеснок. Все-таки они ранние, холодостойкие. И погода, в общем-то, позволяет даже не использовать ни тканый, ни крыльной материал. Но хочу показать, что между ряди, у нас здесь 15-20 сантиметров, вот они видны, эти бороздки, где мы сажали лук, чеснок, можно заполнить редисом. Редис это, в данном случае, будет культура временная, пока растения лука и чеснока только сходят. Редис успеет дать урожай за 25-30 дней. Поэтому нужен скороспелый, конечно, сорт. Ну, а посев его производится после полива вечером так называемым пальцевым методом. То есть, вот, размещаете семена и придавливаете пальцы на глубину 1 сантиметр. Можно, повторяя, использовать полностью между ряди, но где-то 10 сантиметров, вот таким образом рассеять весь редис. Ну, а сортов редиса очень много. Есть до гигантских, масляный гигант. Но такой сорт, конечно, нужно сеять где-то в других местах. А здесь лучше скороспелые сорта с некрупными корнеплодами. Так что посейте редис обязательно. Я думаю, что мы должны приучать наших детей не кушать чупа-чупс, а кушать редис, пока есть возможность, потому что он, в принципе, очищает кровь. А это полезно для организма любого человека. Редис с новинками сезона. После посева и посадки овощных культур, да и при уходе за водо-ягодными культурами, декоративными растениями, мы используем различные шланги. Вот я хотел бы обратить внимание, нашланг такой конструкции, очень необычный, плоский, но под давлением он, как бы, разбухает и работает 20 метров. Вполне достаточно для такого участка, как наш, например, он достает практически до всех уголков. Еще один вариант шланга из особого пластика, такой более прочный, немножко потяжелее, но и понадежнее. Кроме того, мы последние годы с вами стали украшать наши участки садовыми фигурами. Это у нас уже есть, но я увидел вот такие прекрасные грибы. Почему под деревом бы их не поставить в приствольном кругу? Мне кажется, будет очень сильно украшать наш участок. Но и особенно мне понравился вот этот гном с надписью «Добро пожаловать в мой сад». Ну, сейчас в связи с изоляцией я бы не советовал ходить друг к другу в гости, но это когда-то закончится. Надеюсь, чем раньше, тем лучше. И мы будем ходить друг к другу в гости и нас встречать вот такое прекрасное произведение искусства с надписью «Добро пожаловать в мой сад». Ну, а приобрести эти новинки вы можете, как и всегда, у нашего генерального партнера, основного партнера программы в магазинах «Всё для дома». Итак, уважаемые телезрители, более ранний приход весны в Забайкалье вынуждает нас и проводить в более ранний период определенные виды работы. Я надеюсь, что вы это прекрасно понимаете и в ближайшие дни посвятите интенсивной работе на своих участках. Ну, а пользуясь случаем, поздравляю всех вас, но особенно ветеранов войны и тружеников тыла с этим замечательным народным всероссийским праздником с Днём Победы. Долгих лет вам жизни, побольше радости и оставайтесь оптимистами. Ну, а мы с вами встретимся ровно через неделю. «Всё для осада и огорода», а также любые товары для дома и отдыха можно приобрести, не выходя из дома. В интернет-магазине «Всё для дома» с бесплатной доставкой. Универсам низких цен. Лопатка свиная – всего 199 рублей. Универсам низких цен. Горбуши свежемороженые – всего 129.90. Универсам низких цен. Колбаса докторская – 119 рублей. Взвод, слушай приказ. МХКУ – занимаешь позиции по всему огороду. Задача – циолитом очистить почву и насытить макро- и микроэлементами. Микробным комплексом повысить урожайность. Работаешь точечно, удобряешь обеднённую почву. Особенно в теплицах льёшь под корень. Урожай вам в корзину. Зимостойкие саженцы плодово-ягодных и декоративных культур от Тарбогатайского питомника «Агроном». Десятки видов деревьев и кустарников для богатого урожая и красоты вашего участка. «Агроном». Торговый комплекс «Фортуна» и центральный рынок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова